я хорошо отношусь к анальному сексу потому что это есть еще один способ получения девушкой удовольствия как правило оргазма тонального секса более глубокий более насыщенный более яркий и более расслабляющий по итогу поэтому да я канальному сексу отношусь очень хорошо самое главное заниматься анальным сексом правильно соблюдать определенные правила ни в коем случае не насиловать свой организм не доводить до болевых ощущений и будет всем счастье честно скажу что нет в теории я знаю очень много на этот счет считаю что это абсолютно нормально да но в нашей паре это как-то не прижилось я массаж простаты считаю абсолютно нормальной практикой ничего в этом плохого нет это не значит что мужчина гей и хочет заняться анальным сексом в пассивной роли потому что мужчина может кончать от стимуляции члена и либо от стимуляции простаты и конечно же стимуляции простаты мужчине очень-очень приятно и да она делается через анус пальчиком там или игрушкой в общем это хорошо это неплохо у девушек есть аналог женской простаты это пару ретральные железы которые окружают мочеиспускательный канал стимуляция которых может довести до сквирта в случае если это выполнено правильно и корректно это не только практика техническая скажем физическая но и психологическая тоже конечно готовлюсь но в разумных пределах не всегда это должна быть какая-то там клизма или что-то такое все можно всегда чувствует свой организм и понимать в состоянии ли ты сейчас или не в состоянии эй я на тебя смотрю ты видишь меня видишь сейчас самое время поставить лайк этому ролику если ты этого еще не сделал и поделись пожалуйста в комментариях к этому видео какая поза для секса нравится тебе больше и какую позу любит твоя девушка давай же не стесняйся да я хорошо отношусь к порно и к порно комиксам к всей этой индустрии отношусь очень положительно она создана для возбуждения собственно это и работает да мы смотрим и поодиночке и вдвоем и для меня это не проблема для меня важная эстетика в порно бывает бывает всякое под настроение может изойти какая-то откровенная грязь и что-то такое ну вот что другие там например скажет фубе какая гадость если же я в обычном своем расположении дух тогда мне больше нравится эстетика чтобы были красивые сиськи чтобы там письки были тоже красивые чтобы небольшой диалог чтобы не спонтанно начиналось все там как home видео когда там складки на животе все на каком-то пледе в пятнах а чтобы это было красиво в каком-нибудь коттедже какая-нибудь такая телочка вот вот это из такого скажем регулярного моего порно абсолютно нормально отношусь просто потому что мастурбация это не есть измена в отношениях это есть отдельный вид скажем любви к себе отдельный способ самоудовлетворения тогда когда например мужчина хочет заняться сексом но он допустим устал ему проще передернуть быстренько до освободить яйца сбросить себя этот стресс и все будет хорошо чем приходить к девушке и пытаться как-то ну там например ко мне же да и пытаться разыграть какую-то красивую игру которая бы зашла нам обоим просто не всегда на это бывают силы поэтому я отношусь абсолютно нормально более того если бы я это увидела да скажем ну да например я открываю дверь а мой сидит и мастурбирует я бы присоединилась и помогла бы ему или устроилась бы рядом и сама бы занялась тем же самым вообще не вопрос никогда странных разных людей я видела да но вот такого чтобы нет я даже члены по случайности то я видела может быть пару раз это у меня зрение не очень хорошее как-то мужик сал на улице и потом в этом ширинку застегнула дружка своего не спрятал и шел с сарделечкой прятал по дороге но поскольку я вижу все как масляными красками это думаю что это там думаю ничего интересного и пошла дальше по своим делам многие думают что во время первого секса обязательно должна быть кровь у девушки это не так даже если во время первого секса нет крови то не значит что девушка была не девственницей потому что девственная плева не у всех разрывается мы у многих она просто растягивается зависит от эластичности если она растягивается крови может не быть вообще размеры члена особого значения не имеют почему потому что намного важнее понимать как им пользоваться можно иметь огромную кукурузину и абсолютно не понимать как ей управлять и не доставлять девушке абсолютно никаких эмоций и ощущений например у девушек очень чувствительно у всех девушек первая треть от входа во влагалище поэтому любым членам можно стимулировать эту зону и девушке будет приятно точка g 5-7 сантиметров от входа во влагалище любым членам даже если он 7 сантиметров в эрегированном состоянии можно доставать до этой точки особенно в глубоких позах и позах с очень глубоким проникновением и опять же чувствовать женщину до доставлять ей удовольствие не только членам но и пальцами и языком и игрушками во время секса один из лайфхаков это использовать потирающие движения не просто натягивать девушку на себя а притираться скажем к передней стеночке или к задней и еще если члена мужчина не очень толстый можно юзать анальную пробку она будет давать более узкий вход во влагалище соответственно ощущение для обоих ярче есть случаи одна моя клиентка была замужем и мужчина у нее муж ее очень странно проявлял инициативу он выходил из комнаты и снимал с себя портки и из-за угла выставлял свою пиперку и собственно стоял за углом столько сколько потребуется пока она его не заметит если это долго она его не замечала он покашлял и продолжал стоять с одной пиперкой не эрегированной из-за угла вот на мой взгляд это было очень смешно мужчины если вы смотрите это знаете что вид не эрегированного члена крайне редко возбуждает девушку и если вы практикуете такой способ соблазнения пожалуйста заканчивайте с этим я тася и секс это моя работа не в плане практики а в плане теории я помогу разобраться здесь если что-то тебя давно беспокоит ты можешь написать мне в директ любой свой вопрос в инстаграм ссылочкой будет в описании и я помогу тебе не париться и получать больше удовольствия от секса разобраться в своей женщине и вывести свой секс на совсем другой уровень как долго не кончать какие позы нравится девушкам как делать куни лингус как доводить девушку до оргазма зачем нужна прелюдия и прочие вопросы это все ко мне велкам подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики ставьте лайк если вам понравился этот ролик а ссылочки на меня вы можете найти в описании приходите пишите подписывайтесь и на мой канал тоже я вам буду очень 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 рада мужчины дорогие если этот ролик наберет 10 тысяч лайков то вы увидите вторую часть в котором я рассказываю еще больше горячей информации и даже пропозы для секса и лайфхаки для любого секса чтобы сделать его просто незабываемым подписывайтесь на мой канал